Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я хотел поговорить и поразмышлять вместе с вами о кресте, о жертве Иисуса Христа. Но понимаете, когда, например, мы как родители смотрим на наших детей, которые страдают, конечно, неизмеримо, как страдал Иисус, и то наше сердце, оно обрывается, да, оно скорбит, оно печалится, оно тревожится. Бог за тебя, друг мой. Он не против тебя, Он за тебя, чтобы помочь тебе, чтобы укрепить тебе. И посмотрите, как укрепился Иисус после этого. Представляете, как Богу нужно было ограничить себя в чем-то, чтобы уже потом навеки оставаться в человеческом теле. Вы знаете, что сейчас Иисус в прославленном теле? Сколько нужно было мужества, сколько нужно было жертвенной любви, чтобы согласиться Богу пойти на такие ограничения, принять облик творения, поместить себя в тело человека. Вы знаете, мы часто не согласны идти на какие-то жертвы ради Бога, на какие-то поступки ради Бога. Мы говорим, ой, это слишком много от меня, я не могу это сделать, там слишком много времени на это требует, слишком много финансов или слишком еще чего-то много. Знаете, мы говорим об этом, чтобы понять, насколько Бог жертвенный, насколько Бог любящий, насколько Он ограничил себя, да? Еще до того, как все произошло, Ему нужно было все сказать Отцу, что да, я это сделаю, я совершу это. Знаете, я верю, что когда творили Адама, Иисус уже думал, как я буду жить потом в этом человеческом теле, как оно должно быть сотворено. Я верю, что Он говорил Отцу, Отец, самое главное, в чем образ и подобие должен быть, это в любви. Иисус, наверное, говорит, чтобы я не стал меньше любить тебя, чтобы я не стал меньше любить людей, когда я приму это тело. Теперь мы понимаем, почему Давид говорит, что я дивно устроен. Знаешь, Бог творил это, чтобы Иисус вошел в это тело. Представляешь, с каким Он отношением это делал? Почему Он сказал это весьма хорошо? Почему Он это сделал самым лучшим образом? Поэтому ты должен понять, с каким отношением и с каким сердцем Бог сотворил человека. Слава Богу! Слава Богу! И вы знаете, когда мы говорим образы и подобия Бога, мы часто, может быть, сравним это с величием Бога, в нас образы и подобия, это с каким-то могуществом, с чем-то таким вот. Но вы знаете, когда Он творил человека, Он хотел, чтобы у человека были те же эмоции, которые есть у него. это экстремальные эмоции, друзья, это от самой глубокой печали, от самого большого страдания к самой большой радости. Бог не создал человека, чтобы он был, знаете, просто каким-то бесчувственным роботом, чтобы он просто говорил, у меня все хорошо, у меня всегда хорошо, и все хорошо. Это, конечно, хорошо, когда хорошо. Но вы знаете, Бог, Он способен переживать, переживать самую большую боль, самую большую беду. Он способен любить нас. Аминь. Вот эта способность переживать и любить, вот это образ и подобие Бога в нас. Поэтому, когда мы говорим, что мы не можем любить Бога, мы не можем любить людей, это неправда. Посмотри на Иисуса, посмотри на Отца, посмотри на их отношения, посмотри на Его отношения к нам, те, которые были недостойны. Разве кто-то был из нас достойен, чтобы нас любили? Никто не был достойным. Но Бог имеет в себе такое сердце. И когда Он творил человека, Он хотел, чтобы у человека было такое сердце, чтобы у человека были такие эмоции. Аминь. Поэтому, насколько мы будем верить в крест, насколько мы будем верить в жертву Иисуса Христа, насколько мы будем почитать то, что сделал Иисус, настолько, насколько мы будем это понимать, насколько мы будем сопереживать тому, что произошло там, на кресте. Луки 23, 28. Потому что мы можем сказать, а что же нам теперь делать? Что же нам просто рыдать и плакать сейчас? Что же нам делать? Как нам относиться к жертве Иисуса Христа? Я хочу здесь ответить словами Иисуса. И когда повели Его, то, захватив некого Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на Него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. кто плакал и рыдал? Женщины, да? Они наиболее сильно отражают эмоции Бога, да? Здесь не написано, что кто-то из мужчин плакал. Поэтому мужчинам нужно больше, наверное, эмоциональности проявлять. Это не показатель слабости. Аминь. Это показатель силы. Потому что Бог обладает всеми этими эмоциями. И они шли, плакали и рыдали. Иисус же, обратившись, с ним сказал, черри иерусалимские, не плачьте обо Мне. Не плачьте обо Мне. Но плачьте о себе и о детях ваших. Почему Он так сказал? Потому что Он не хотел, и не хочет, чтобы мы просто убивались и рыдали. А чего Он хочет? Он хочет, чтобы мы верили. Чтобы мы верили и чтобы мы почитали эту жертву Иисуса Христа. Чтобы эта жертва не была напрасной. Правда? Потому что не для этого Иисус пошел на этот подвиг. Не для этого Он претерпел все страдания. Поэтому Он говорит, лучше давайте будем не плакать, а давайте будем верить. Аминь. Итак, вы знаете, если бы не было креста, тогда бы казалось, что вся боль, которая есть в этом мире, она бессмысленна. Все страдания бессмысленны. Знаете, иногда так люди говорят. Все мои страдания. Для чего они? Какие-то боли у меня? Для чего? Какой в этом смысл? Но ты знаешь, когда мы смотрим на крест Иисуса, мы понимаем, почему Бог допускает нам переживать боли, страдания. Потому что, когда мы смотрим на Иисуса Христа, который переживает эту боль и страдания, когда мы смотрим на Отца, сердце которого разрывалось, скорее всего, когда Он смотрел на Своего возлюбленного Сына, тогда мы понимаем, что наш Бог не какой-то далекий, безличный. Он где-то живет в своем мире, Ему там хорошо, вокруг Него водят хороводы, поют песни. А нам так трудно здесь, нам так тяжело, мы здесь страдаем, а Ему дела нет до нас. Знаете, нет. Мы понимаем, что наш Бог, Он пережил гораздо больше, чем переживали мы. Потому что Он взял все боли, все беды, все проклятия, все грехи. Потому что сердце Иисуса, оно буквально в смысле разорвалось, когда Он был на кресте. Оно не выдержало такой нагрузки боли. И поэтому мы можем сказать, что да, Господь, Ты понимаешь меня. И знаете, я уже, и никто из нас не вправе сказать, что Бог меня не понимает. Бог не понимает, какая у меня боль, какая у меня проблема, какая у меня трудность. Знаете, многие люди так говорят Богу, но это говорит о том, что они не знают Бога. Они не знают о том, что пережил Бог. Потому что, если бы знали, так бы не говорили. если бы знали, наоборот, они могли бы сказать, да, Господь, Ты помогаешь мне пережить эту боль, эту страдание, эту трудность. С Тобой действительно я смогу это пройти. С Тобой я смогу победить. Я не сдамся, и я не опущу свои руки. И поэтому Евангелие, оно является универсальным посланием в любой точке мира, в любой стране, любому человеку. Вы знаете, самому-самому мерзкому, самому худшему человеку, самому страшному грешнику, это будет посланием надежды. Аминь. Потому что Иисус опустился, написано, до самого ада. Никуда еще так человек не опускался низко. Для чего? Для того, чтобы поднять человека так высоко, до самых небес. Поэтому Евангелие, оно несет силу, чтобы поднять человека. Аминь. Чтобы помочь ему, чтобы сделать его новым творением, новым человеком. Потому что для этого Иисус Христос отдал свою жизнь. Чтобы старое прошло, но новое начало действовать в нас. Слава Богу! Поэтому, когда приходят у нас какие-то трудности, какие-то проблемы, мы не знаем, куда нам идти, что нам делать, как нам поступить. возвращайтесь ко кресту, посмотрите на крест, и Бог вам покажет выход. Он покажет вам путь. Он даст вам исцеление. Он даст вам прощение. Он даст вам утешение. Аминь. Он даст вам благословение. Не убегайте. Не пробегайте мимо. А придите ко кресту и посмотрите, что Иисус Христос сделал для тебя и что Он сделал для меня. Конечно, мы знаем, что враг, он всегда будет оставаться врагом. Он всегда будет обвинять. Он всегда будет клеветать. Он всегда будет говорить нам, что Бог тебе чего-то не додал. Что Бог что-то тебе не договорил. Что Бог что-то удерживает от тебя. Что Бог игнорирует тебя. Как говорится, это старо как мир. Потому что в Едемском саду он говорил то же самое Бог чего-то вам не договаривает Поэтому Бог запретил вам есть Потому что если вы съедите У вас откроется новый потенциал Вы будете как боги Поэтому Бог и запретил вам это есть Лжец и обвинитель продолжает и сегодня говорить те же слова Друзья, но мы должны смотреть на крест Потому что на кресте остались все обвинения На кресте остались наши проблемы Наши ошибки, наши поражения Аминь Крест дает нам выход Крест дает нам победу Крест дает нам будущее Слава Богу Вы знаете, когда мы смотрим на крест действительно Иисуса Христа Мы видим, что Его руки прибиты Его ноги прибиты Да? Но когда ты смотришь, ты видишь, что Это не просто какое-то страшное Страшное орудие пытки Хотя страшно смотреть на Иисуса Когда Он весь окровавленный Когда это раны Когда кровь течет Но ты знаешь, в этом можно увидеть, что Иисус говорит Что Я люблю тебя Что Иисус говорит Придите ко Мне усталые и обремененные И Я успокою вас Мы можем увидеть, что Иисус говорит Что Я отдал все ради вашего спасения Я отдал свою жизнь Я отдал свое тело Я отдал свою душу Я отдал свою кровь До самой последней капли Поэтому, друзья Когда дьявол тебя будет обманывать И говорит, что Бог тебе чего-то не дает Что Бог что-то удерживает от тебя Что Бог не любит тебя Посмотри на крест Посмотри на жертву Подумай Что произошло там Аминь Знаете, это для нас произошло Две тысячи лет назад Кажется, так давно это было Но сегодня мы читали, что для Бога Тысячу лет, это как один день Для Бога это как будто бы Два дня назад произошло Для Него эти переживания Они свежи Для Него эти переживания незабываемы Мы часто забываем Поэтому Иисус говорит Да, делайте это в Мое воспоминание Потому что много суеты Различных дел Увлекают нас Отвлекают нас от Него Но сердце Отца Но всегда помнит, что произошло там Иисус помнит, что произошло там В римлянах написано 5.8 Но Бог Свою любовь к нам Доказывает тем, что Христос умер за нас Когда мы были еще грешниками Еще грешниками Аминь Что делает Христос? Доказывает Показывает Увещевает нас Что Он любит нас Аминь Что Он продолжает любить нас Слава Богу Знаешь, если Бог отдал Ты имеешь это откровение Понимание Все До последней капли крови Как же мы можем Что-то удерживать Для Бога В своей жизни Как же можем сказать Что у меня нет времени Для тебя Я не могу там Сделать для тебя что-то Когда ты видишь на это Ты хочешь сказать так же Господь Я тоже хочу тебе отдать все У меня невосполнимый долг Перед тобою Я ничего не могу сделать Лучше, чем сделал ты Аминь Но это не из чувства вины, друзья Это из чувства Благодарности Это из чувства любви Это из чувства Почтения Что мы говорим Господь Ты все отдал для меня Это не просто слова Это факт Он доказывает Он показывает нам свою любовь Когда мы были недостойны Этой любви Аминь Поэтому Поэтому, друзья У нас есть Всегда Вера Надежда И любовь Когда мы смотрим на крест Аминь Филиппийцам написано Что смирил себя Быв послушен Даже до смерти И смерти Крестной Он был послушен Был послушен Кому прежде всего Он был послушен Отцу Друзья Насколько мы Порой бываем Непослушны Богу Да? Иногда бывает Мы послушны Но Знаете До какого-то Вот Момента Мы послушны Пока это В чем-то нас Не ущемляет Мы послушны Пока нам это нравится Мы послушны Пока нам это Ничего не стоит Но как только Происходит Какая-то грань Где-то Ущемляется Наше я Где-то Ущемляется Наше время Или наши Финансы Или еще Что-то Наше Здесь мы уже Думаем Быть нам послушными Или не быть Поэтому Когда я Смотрю на Крест И я вижу Иисуса Который был Послушен Во всем Бог ожидает Что мы тоже Будем послушны Во всем Аминь Потому что Он действительно Достоин Чтобы быть Послушным Ему И вы знаете Вот эта Вот верность Иисуса Христа Потому что Написано Верен Бог Мы часто читаем Верен Бог Верен Бог Но вы знаете Когда мы Смотрим на Крест Бог говорит Верен ли ты Верен ли ты Хочешь ли ты Быть верным И когда мы Смотрим На Иисуса Мы смотрим На Его Верность Мы смотрим Когда Вот он Действительно Этот был Момент Выбора Когда он Был в Гефсиманском Саду Он говорил Не моя воля Твоя воля Он говорит Если возможно Если возможно Может быть Есть другой путь Есть другой выход Знаешь Мы тоже Иногда так и говорим Возможно ли Господь Как-то все По-другому сделать Возможно ли Так Чтобы и овцы Были сыты И волки целы Да Мы всегда Хотим найти Какой-то Наоборот Вернее Мы хотим Всегда найти Какой-то Компромисс Чтобы не пойти На жертву Чтобы не быть Послушными И когда Иисус говорил Да Может быть Есть Другой путь Но он знал Что другого пути Нет Аминь И он говорит Я выпью Эту чашу Сполна Я исполню Полностью То что обещал Почему Потому что Я верен тебе Отец Потому что Ты превыше Для меня всего Ты мой смысл жизни Ты моя цель Ты моя любовь И для тебя Я сделаю все И он говорит Впрочем Не как я хочу Но как ты Хочешь Какой Пример для нас Друзья Верности Послушания Любви Аминь Потому что И у нас Часто Такие ситуации Когда нам Нужно сделать Выбор Как я хочу Или как Бог хочет Какой бы Такой найти Компромисс Какой бы Такой найти Путь Чтобы это Было не больно Не страшно И ничего Не стоило Вот такой Мы хотим Найти себе Крест Да Такой крест Это дешевый Крест Друзья Который Никакой силы Не имеет Конечно Можно было Сказать Ну что Ну почему Именно Такой Замысел Может быть Можно было По другому Придумать Такие Страдания Такие Боли Причем Так долго Может быть Какой-то Такой Гениальный Выход Щелк И все И все Готово И все Свободны И все Счастливы И все Спасены Почему Именно Такой Путь Потому что Этот путь Показывает нам Сердце Бога Аминь Что Бог Которое Бог Для тебя Приготовил Бог Хочет Чтобы мы Смотрели На Его Сердце На Сердце Иисуса И размышляли Об этом И говорили Об этом И думали Об этом Знаешь Это не всегда Может быть Какая-то Приятная Тема Для нас Мы Как люди Всегда Стараемся Избегать Болевых Каких-то Ощущений Вот мы Идем К врачу К зубному Например Мы спрашиваем А точно Укол Будет Хороший А точно Я никакой Боли Не почувствую Точно Точно Сам А то Будет Такой Укол Вообще Ничего Не почувствуете И тогда Ну я Согласен Тогда Когда Где-то Касается Какого-то Боли Какого-то Страха Мы Настолько К этому Относимся Так Что Порой Ничего Чего-то Не хотим Делать Но Господь Хочет Научить Нас Проходить Через Боли И Через Трудности Аминь Побеждать Их Ты не будешь Победителем Если ты с чем-то Не сражаешься Ты не будешь Победителем Если ты ничего Не побеждаешь Но мы знаем Что Побеждающий Наследует Все Аминь Поэтому Это боль Которая была У Иисуса Которую Он претерпел Ради нашего Спасения Он говорит И ты сможешь Пройти Нет Нет Искушений Сверхсил Слава Богу Нет Искушений Сверхсил Бог Помогает нам В наших Трудных Ситуациях Поэтому Чем больше Ты смотришь На Отца На сына На их отношения На их Любовь На их Взаимопомощь На их Поддержку Бог говорит Вот какая Модель Вообще Отношений Должна быть В семье Между людьми Аминь Почему мы говорим Столько злости Столько хамства Столько ненависти Потому что Там нет Бога Потому что Там нет Сердца Божьего Вот почему Бог И говорит Нам Идите И проповедуйте Евангелие Проповедуйте Говорите Благую Весть Аминь Что вот Эта Благая Весть Она не только Спасет вас От ада Но она Исцелит Ваши Отношения Она Исцелит Ваши Дома Ваши Семьи Все Изменится Когда вы будете Смотреть на Отца На Сына На Святого Духа Написано Что мы Преобразуемся Тогда Преображаемся Мы становимся Другими Тогда Мы хотим Все изменения Да Все хотят Изменений Все хотят Чтобы у них Было все хорошо В семье С детьми Но Бог Говорит Что есть Выход для нас Это жертва Иисуса Христа Это крест Иисуса Поэтому Через неделю Друзья Через неделю Мы будем Праздновать Это событие Но вы знаете Хочется Чтобы в течение Этой недели Мы Перешагнули Себя И могли Сказать людям Об этой Благовестии Мы могли Перешагнуть Какой-то Страх Да Может быть Отвержение Может быть Непринятие Но Поэтому мы говорим Сегодня о кресте Когда Иисус Был на кресте Да Его почти все Оставили Почти все Покинули Ученики Его И так далее Но ты знаешь Что через это Он совершил Волю Божью Аминь Поэтому Хотим ли мы Действительно Совершать Волю Божию Или хотим Просто Покемарить На этой земле Так Проскочить Мимо креста Побыстрее Но ты знаешь Потом наверное Твое сердце Будет разрываться От боли Когда ты узнаешь Сколько людей Могли бы Прийти туда На небеса Сколько людей Могли бы Быть спасены Если бы Ты им сказал Аминь Почему написано Что Иисус Говорит Что он будет С радостью Смотреть на Подвиг Своей души С довольством Потому что Он видел Результат Он видел Цель Которая Существится Слава Богу Слава Богу Потому что Сегодня написано Христос в нас Христос в нас Друзья В тебе и во мне Тот Христос Который пережил Эти раны Отвержение Распятие Но и пережил Воскресение Поэтому мы с ним Не только умерли Слава Богу Сначала надо умереть А потом Ты воскреснешь Знаете Мы иногда тоже Не совсем понимаем Что значит Умереть со Христом Что это Если мы Чего-то не пережили Мы этого не понимаем Я помню Читал книгу Сезара Костеланоса Где он пишет О своей жене Когда его жена Молилась Чтобы она могла Пережить то Что пережил Иисус На кресте И это Это была Невероятная боль Для нее Невероятное Мучение Когда она Отождествилась И пережила В буквальном смысле Эти переживания Но вы знаете После этого Ее понимание О кресте Полностью изменились А жертвы Иисуса Полностью изменились Возможно Нам нужно тоже Пережить что-то такое Чтобы мы По-другому смотрели На Иисуса Аминь И вы знаете Вот это переживание Оно действительно Нас делает другими Оно делает нас Смелыми Бесстрашными Потому что Когда ты побеждаешь Какие-то проблемы В своей жизни Да Уровень твоей смелости Повышается Уровень твоего Дерзновения Повышается Уровень твоей веры Повышается Поэтому давайте В эту неделю Друзья Возьмем свой крест Победим Свои страхи Да Победим Какие-то Свои проблемы Когда мы Чего-то не делали Но обещали Богу Что сделаем Давайте это Сделаем Потому что Глядя на Иисуса Христа Мы понимаем Что Он сделал Это из-за любви Из-за верности Своему Отцу Аминь Давайте мы Встанем Мы помолимся Дорогой Господь Мы так благодарны Тебе Так благодарны Тебе Отец Так благодарны Тебе Иисус И Дух Святой Так благодарны Что Ты так Сильно любишь Нас Господь Что мы Действительно Для Тебя Такая огромная Ценность Мы благодарим Тебя Дух Святой Что сегодня Ты раскрывал нам И немножко Мы могли Увидеть и понять Какие были Отношения У Отца и Сына Какие были Переживания В этот момент Для того Чтобы Понимая Эти переживания Мы могли Понять Твое сердце Какое оно Огромное Какое оно Любящее Какое оно Милостивое Какое оно Верное Какое оно Замечательное Потому что Ты сказал Что я Заберу Ваши старые Сердца Заберу Ваши Греховные Сердца Эгоистичные Сердца Я дам Вам новые Сердца Которые Будут Способны Любить Прощать Благословлять Служить Мы Благодарим Тебя Господь Что в Тебе Мы получаем Это новое Сердце Новое Рождение Новый Человек Что старое Оно Прошло И теперь Новое Которое Наполнено Смыслом Смыслом Твоей Любви Господь Смыслом Веры Смыслом Жизни Которая Пришла С небес Мы молимся Господь Чтобы в эту Предстоящую Неделю Мы могли Действительно Не молчать А говорить О Тебе Чтобы в эту Предстоящую Неделю Господь Многие люди Которые Еще не знают Тебя И не слышали Их очень много Вокруг нас Множество Суеверий Всяких Предрассудков Вот мы будем Смотреть скоро Ролик Мы сделали Опрос Чтобы Хоть какое-то Представление Знать Что люди Думают о Пасхе Они думают О чем угодно Но только Не о жертве Иисуса Христа Только Не о любви Отца Поэтому нам Кажется Что Да все Наверное Все знают Нет Они не знают И написано Что люди Гибнут Когда нет Знания Когда нет Понимания Поэтому Здесь стоит Целая армия Иисуса Христа Целая армия Его сыновей Дочерей Я верю Которые готовы Сделать это Ради Евангелия Ради того Что Бог Сделал для нас Он остается Верным Он остается Любящим И давайте Мы будем Оставаться Верными И любящими Ему Давайте скажем Аминь Слава Богу Слава Ему Давайте поблагодарим Аллилуйя Господь Благодарим Тебя И славим Тебя Поклоняемся Тебе Превозносим Тебя Слава Богу Субтитры подогнал «Симон»